добрый вечер друзья вот такая у нас погодка солнышко сильный ветер жары особо нет и вот друзья моя малина вот посмотрите вот видите вот она вот она красотка диди мэла или пурпурная пятнистая что ли она называется и вот пожалуйста полюбуйтесь вот третий год ей здесь не было ничего посажено наверно года четыре может и пять после малины росла картошка чеснок и так далее вот я ее пересадила и вот она вся друзья вся она заражена вот этой вот заразы давайте я когда это увидела в ю тубе у кого-то не помню у кого я просто обомлела вставляете я мелкую чистую портель но она была такая тоненькая я ее супа вырезала я вообще про эту диди мэлу друзья я вообще про нее ничего не слышала вот смотрите весной я вам рассказывала да что она весной она была вся 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 коричневая ломалась и то есть там вообще умирающая и вот я ее чисто вот интуитивно я ее лечила я ее обрызгивала строби потом еще какими-то препаратами и кормила и лечила и что только я с ней не делала и в принципе я ее подняла но поднять то я ее подняла урожая особо сильного не было ну конечно слава богу хоть хоть сколько было но с таких плантаций друзья это это вы представляете сколько нужно иметь ягоды с таких плантаций да еще сильных да еще с таких такой сорт отличный вот и даже малявка это больно вот почему тот кустик я вам его показывала он тоже был весь заражен и он весь пропал вот смотрите пожалуйста вся плантация больная в общем я конечно в ауте в полном вообще даже не знаю что сказать а вот моя ирина ирина да она она тоже она тоже больная я думала сейчас подойду и скажу а вот моя ирина красотка вот она еще видите на еще плодоносит но она тоже друзья больная в общем так я сегодня опрыскала яблоньки там смородины ну все что у меня есть чем я опрыскивала вот хорусом вот у меня был хорус для косточковых ну вот я решила ей и опрыскать хорусом и полила туда так что я туда полила так сейчас скажу что туда полила цирком вот я туда полила цирком в общем вот так вот ребята настроение у меня испортилось можно сказать у меня его совсем нет вот сейчас я развела хом медь содержащий препарат вот у меня в маленьком опрыскиватели остался хорус а в большом я уже развела этот вот хом и буду все опрыскивать вот так вот в общем колотишься 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 результата нифига нет а вот здесь она просто она вот старая старая столетняя была у нас здесь потом мы ее отсюда убрали и перенесли вот туда и вот она смотрите вот она здесь растет не полотая не кормленная посмотрите вот посмотрите вот здесь такой кикос она вот она вот она дает молодые поросли у нее даже цвет другой посмотрите друзья она вся чистенькая вот что это такое вот что это такое как вот как быть там где уход там вот эти болезни там где кикос она растет себе как хочет и все то есть как в лесу вот хотела я с вами поделиться своей проблемой заглянула в youtube а там у всех такая больше у большинства такая проблема ну вот сейчас буду опрыскивать все опрыскаю ну а там дальше уже к заморозкам еще буду опрыскивать вот 700 грамм мочевины разведу в 10 литрах воды и побрызгаю еще у всего доброго друзья я принимаюсь за работу пока пока